Семь минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. В администрации Владикавказа подвели итоги самого масштабного школьного конкурса, муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Это ежегодное мероприятие, которое призвано раскрыть и поддержать талантливых детей. Олимпиада проходила с октября по ноябрь. В это время учащиеся 7-11 классов проверяли свои знания по 20 предметам на выбор. В этом году участие в муниципальном этапе приняли 1413 учащихся из 48 школ города, но только 82 из них стали лучшими из лучших, которые примут участие уже в Республиканской Олимпиаде, а в случае победы и во Всероссийской. А пока отличившихся умников и умниц чествовали в городской администрации. Здесь, в переполненном зале, собрались учащиеся и их учителя, которые привели их к успеху. Именно их поблагодарили в первую очередь заместитель главы администрации местного самоправления города Владикавказ, начальник управления образования Роман Газюмов. Он отметил огромный самоотверженный труд педагогов, которые ежедневно открывают для Республики будущих ученых и просветителей. Он также напутствовал победителей и пожелал им все больших и новых побед. После победителям были торжественно вручены заслуженные награды. В мероприятии также принял участие заместитель главы администрации Урузма Кулов. Я учусь в школе номер 11. Я участвовала в Олимпиаде по русскому языку. Конечно, было сложно, но я очень рада, что я справилась. И я испытала море эмоций, придя сегодня на это награждение. И я очень рада. Самоуправством и вандализмом расценили действия предпринимателя Таймураза Дзантиева, который начал выкапывать кустарники, высаженные в городе Владикавказ в предыдущие годы. В настоящее время уже подготовлено заявление в правоохранительные органы по факту нанесения ущерба Зеленому фонду Владикавказа. Как пояснил начальник управления благоустройства и озеленения Суслан Ваниев, в настоящее время существует письменное обращение, в котором предприниматель говорит о задолженности ООО «Зеленстройгрупп» и ООО «Зеленстройсервис». Однако эти компании не являются подведомственными муниципальными предприятиями, а обществами с ограниченной ответственностью. Я могу вам пояснить, что с индивидуальным предпринимателем Таймуразом Саламовичем у администрации города никаких взаимоотношений никогда не было и на сегодняшний день нет. То есть все работы, которые проводятся по озеленению города, размещаются на сайте. Проводится конкурс, проводится тендер, где определяется победитель. После этого администрация принимает работы, посадка кустарников, посадка деревьев, то, что касается озеленения. Проводит, значит, экспертизы все необходимые, если все нормально, принимаются работы и оплачиваются выполненные работы. Точно так же произошло со всеми объектами, о которых упоминает на сегодняшний день Дзантьев Таймураз Саламович. То, что сегодня взаимоотношения у него сложились с какими-то юридическими лицами, о которых он говорит, он каждый раз называет то одно предприятие, то другое. Они никакого отношения к администрации не имеют. И они должны в судебном порядке разбираться между собой, если кто-то нарушил договора или условия поставки. Наши действия на сегодняшний день мы обращаемся в правоохранительные органы, так как мы считаем, что это самоуправство, это порча имущества, принадлежащей администрации города, так как за это было заплачено бюджетными деньгами. На сегодняшний день мы уже обратились к участковому. Выехала комиссия в составе наших представителей, представителей административно-технической инспекции, Влад Леса. Сейчас оставляют акт о том, какой ущерб нанесли на сегодняшний день администрации вот этим своим актом, который был сегодня совершен. Дальнейшие пояснения мы сможем дать, когда сейчас до конца разберемся и получим всю информацию от правоохранительных органов и так далее. Массовый субботник по уборке дендрария собрал в минувшую субботу немало энтузиастов. Вместе с администрацией местного самоуправления города Владикавказ чистоту в парковой зоне наводили сотрудники Левобережной префектуры. Республиканского комитета по делам молодежи, Академии Тенниса Асгард, ВМУП Владлес, Кадастровой палаты Северной Осетии и воспитанники специального училища закрытого типа. Несколько машин прошлогодней листвы, мусора, сухостойных деревьев было вывезено из этой любимой всеми зоны отдыха. Субботники по всему городу, весь весенний период будут продолжаться силами не только самой администрации, но и всех профессиональных коллективов Владикавказа. А каждую пятницу апреля во время месячника по санитарной очистке на уборку призываем выходить всех неравнодушных внешнему облику столицы республики горожан. Дендрария у нас является любимым местом горожан, которым ежедневно отдыхают, проводят свой досуг люди. Поэтому мы решили вот с таких мест массового скопления людей начать первый наш субботник. Как видите, и техника, и люди с настроением. Новый для себя вид спорта открыли студенты СК ГМИ. Им удалось войти в роль средневекового охотника и пострелять из лука. Культурно-спортивный клуб «Муртазек» из Дагестана устроил студентам мастер-класс по стрельбе из лука. Клуб «Муртазек» получил грант на молодежном форуме «Машук». И теперь одна из основных целей функционирования клуба это популяризация этого олимпийского вида спорта среди жителей СКФО. Испытать свою меткость смог каждый желающий. В конце мастер-класса дагестанские лучники подарили институту полный комплект оборудования для стрельбы из лука. Скоро в СК ГМИ должен открыться свой клуб лучной стрельбы. Пропаганду развития стрельбы из лука как олимпийского вида спорта. Организаторами выступает комитет молодежи и политической культуры спорта МС. По нашему приглашению к нам приехали общественные организации «Муртазек» из Дагестана. Эта организация выиграла грант на образовательном форуме «Машук». И этот грант направлен на пропаганду именно лучного спорта в субъектах СКФО. Значит, уже представителями организации они уже посетили Игушетию, Дагестан, Чечню, Карачао-Черкесию. Сегодня они приехали к нам. Также в последующем они уже и ожидается их прибытия в Кабаризно-Балкаре, в Савропольский край. Савропольский край. Наши 7 минуты стекли. Смотрите нас завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова